Чё происходит, блядь? На-два! О-о-о! О-о-о! И рандом, как обычно, выбрал не то, что выбрал бы я. Нахер мне отражение стел здесь, в этом челлендже, по-моему, ни одного лучника не будет. Кстати, вот лучники. Я говорил, что здесь не будет ни одного лучника, и теперь мне кидают левел с одними лучниками. Давай сделаем вид, что мне было сложно. Что за стук? Это босс? Блядь, ребята, я не знал, что клон-дрон может быть настолько разнообразным. Почему я до этого не открывал это для себя? Давай по ребятам, пуярь! Ой, хорошо! Ой, ху-ху! Не хера ты! Офигеть, что я прошёл. Офигеть, что я сейчас увидел. Я поменял мнение о клон-дроне, поменял мнение о варкшопе в клон-дроне. Я так преисполнился. Я кайфанул, у меня мурашки по коже, волосы стоят дымом на руках. Всё, привет, друзья! Вы на канале Фортуна Гай. Да, это опять клон-дрон. Почему же опять клон-дрон? Почему мне другие игры? Ребят, я читаю каждый ваш комментарий. Я подумал, что раз вам так нравится клон-дрон, и вы хотите, чтобы я сейчас снимал именно его, то почему бы нет? Почему бы нет? Я тем более знаю, что вам про него заснять. Приятно проведем время вместе, поболтаем, пообщаемся друг с другом, а может быть еще и в комментариях под этим роликом. Поэтому не стесняйся, пиши там что-нибудь, пиши плохой комментарий, пиши, что мне понравилось, пиши, что понравилось, да, вообще без разницы. Пиши мне все, я все прочту и на все постараюсь ответить, где требуется ответ. Ладно, есть такая штука в клонах, это мастерская, я ее не обозревал вообще, для меня это что-то новое, какие-то новые рамочки, новые приколы, найти уровни в мастерской. Я сейчас нашел эту кнопку для себя, я не знаю, я ее как-то игнорировал все время, нажимал на редактор уровня, редактировал, делал для вас челленджи, а теперь думаю, мастерская ведь есть, мастерская Steam, это же воркшоп, это же что-то интересное, смотрите, это актуальное, актуальное что-то. Тут люди делают свои левела, свои карты, свои челленджи, свои приколы и в них можно поиграть, давайте посмотрим, что тут из актуального. Есть новое, новое, я так понял, это все, что выкладывают вот в режиме онлайн и это самое новое, что выложили. Отслеживаемые авторы, я никого не отслеживаю, потому что я вот только начал записывать ролик и ничего тут еще не нажимал. Ваши подписки, это мои подписки, соответственно. Что же тут есть такого, есть прям новогодняя атмосфера тут. Слушай, смотри, кто-то даже делает превьюшки для этого, какой-то текст. Я так понял, превью нельзя загрузить, можно загрузить сам кадр из игры, потому что тогда бы здесь были превьюшки красивые, мне кажется, 100%. Поэтому кто-то здесь реально старается и пишет какой-то текст на игровом вот этом движке, ничего себе. Ну вот смотри, самое актуальное это вот это. Что это такое? Китайские иероглифы, либо японские, я не знаю, либо корейские. Я не шарю в иероглифах, поэтому вот есть такие вот иероглифы. Buy ML 009, нижнее подчеркивание 9, у пацана походу тоже пробела нету. Отписаться? А я что, подписан? Ваши подписки? Не понял, у меня не отображается нигде. Ладно, что-то сломалось, не завершено. Играть. Ничего себе, пять жизней изначально! Меня собирают в броне с копьем. Вот это на... Вы кто, ребят? Можно было их в лифт поставить сразу? Офигеть, я столько всего уже для себя открыл. А зачем мне эти пацаны столько жизней? Это же вообще изи. Ребят, кто не смотрел предыдущий челлендж, вот это для меня сейчас это какой-то детский... Детский прикол. Почему копье? Я не знаю, копье это не мое оружие. Но в принципе можно постараться здесь что-то сделать. Эти роботы отвлекают другую часть врагов. А мне нужно разобраться с вот этими ребятами. Ну давай, чё бы нет. Чё вы не хотите умирать? Нормально. И всё? Подожди, ты чё меня пилишь? Не пили меня. Это все мои защитники, они так быстро рассыпались. Они не справились даже... А выглядели брутально изначально. Они не справились даже с такой маленькой частью роботов? Ладно. Что-то я не понял, зачем мне столько клоунов? Пять дополнительных жизней. Надо это исправлять, ребята. Это путь для слабых. Ты чё? Отбивает мои удары, смотри. Всё. Меня сейчас закоротит, сказал мне робот. Огненное копье, кстати, вот это имба. Я так понял, это челлендж, здесь будет 9 лвлов, и смотри, мне опять дали помощников. Но на этот раз помощники поопаснее, вот этот мужик вообще жёсткий. Ну, кстати, хаммерботы их быстро разберут, мне кажется. Ну, погнали. Опа! Главного нету уже. Неглавного тоже. Слушай, чё-то челлендж, по-моему, пока что не пахнет вообще челленджем. Где сложность? Где сложности? В предыдущем ролике я играл на деньги. И вот там было реально сложно. А это что? Кстати, моих всех перебили, офигеть. Когда успели? Да всё! Ребят, завязывайте! Моих вообще нет шансов. Я убил основную часть робота, вы всё равно не справились. Там остались марк первого уровня. Хаммерботы. Как так-то? Как так-то? Кстати, можно комментаторам комментарии писать, по-моему. Поэтому надо читать в таких вот челленджах, потому что, возможно, здесь что-то интересное будет прописано. Здорово. Как непривычно разворачиваться и видеть здесь в Орду. Ну вот это серьёзно. Вот это серьёзно. А, это тоже мой чувак. А почему все копейщики, а этот такой мечник? Чё, полководец? Ну, кстати, тут по опаснее. Смотри, стрелы же отбивать я не могу. Здесь идёт по опаснее. Приколюха-то. Ну ладно, это тоже легко. Они тем более друг друга тоже стараются уничтожить. И у них получается. Красота. Да, ребят, расправьтесь с этим. Это вообще что это? Это первый класс, вторая четверть. Ну, хоть никого не убили в процессе. Уже хорошо. А они останутся со мной на следующий левел или чё? Смотри. Здорово, блядь. А! Я не хотел! А смотри! У них-то на один удар хп-шка. Так у них, смотри, есть щиты. У них есть щиты. А чё вы не сражаетесь? У них есть щиты на голове. Броня на голове. Это очень крутая штука. Так, здесь началось какое-то распердоливание. Я так понял, мои дурачки уже проиграли. Здорово. Привет. Наска. Ухуем. Этого пацана разбираем. Ну давай! Капец, я через броню сразу... Здесь можно умереть, оказывается. На таких пользовательских челленджах можно умереть. Я не понял, как он развернулся на 360 градусов и сразу прописал мне в лобешник. Это было непредсказуемо. Это было слишком агрессивно, это было спонтанно, это было жестко, это было... А почему вот эти, смотри. Смотри, вот эти, они агрятся. Потом почему-то этого агро не происходит. Агро не прописали людям. Разбираем потихонечку. У них есть этот воскресательный знак над головой появляется. И появляется у них агр. Пошел отсюда. Мне так хочется тебя убить. Я знаю, что он был свой. Я знаю, что он был свой, но... У меня уже привычка убивать их. У меня привычка их убивать. Такие кубики летят. Ну как в них можно не воткнуть копье? Не убивай моего друга! Временного. Это друг на один раз. Я болею сейчас из-за врага. Я хочу, чтобы он вот просто раскидал моих. Просто раз... Развоплотил пацанов. Нет! Нет! Его запеленговали, черти, сука. На, тварь. На! Че думаешь, я не справился бы без тебя? И без тебя? Ладно, в этот раз я не буду уничтожать своих клонов. Да есть только одного. Я, кстати, могу пинаться? Нас! На, блядь! А почему мне роботов выдают вот таких вот? А против меня пускают вот таких вот? Это не честно. Можно мне тоже хаммерботов вот таких жестких? Пятого уровня. Они гораздо эффективнее будут, чем вот эти ваши копейщики. Здорово, мужики. Я до сих пор не привык к тому, что вы вот так вот тут появляетесь у меня в лифте спонтанно. Ну че, мужик, погнали. Вот это вообще изи-левел, как по мне. Это халява. Здорово, мужики! На вас я в предыдущий раз закончился. Но в этот раз я заканчиваться на вас не собираюсь. Да у меня нету восстановления энергии вообще никакой. Моя энергия восстанавливается еле-еле. Ничего себе он справился с вот этим. С пятым. Я только сейчас заметил. Где ребята? Я уже привык к ребятам. Меня все это время приучали к дополнительным ребятам. И теперь у меня их забрали, чтоб я страдал. А я страдаю. А я страдаю. Так, здорово, мужик. Наск. Не выпендривайся. Пролетаем вот этих мужичков. А че ты уже здесь? Кто тебе разрешал так быстро джетпачить? А у меня гитап есть. Ничего себе. Конечно полезная вещь гитап. В этой игре без гитапа нельзя. Кто живой? Ничего себе. Приныкался за большим папочкой. А я найду тебя. Я найду вас всех, ребята. И сожгу. И проникну в вас своей длинной палкой. Поэтому бойтесь меня, ребят. Бойтесь. Уже шестой левел. Я почти дошел. Ребят, это не 69. Это 6 из 9. Не надо. Выключите свою прошлую фантазию. Не включайте ее никогда. Я понимаю, что я единственный, кто об этом подумал. Но все равно не включайте свою прошлую фантазию. И отключите ее из заводских настроек. Опять нету мужиков. Они кинули меня. Я должен сражаться с этим всем сам. Но это, кстати, уже челлендж. Это уже неплохой челлендж. Мне нравится. Я чувствую сложность. Потому что, ну, вот это, это да. Тем более копье, это не мое оружие. Копье, это вообще не мое оружие. На, сука. Мое оружие. Пошел отсюда, козел. Здорово. Какой же ты, сука, непредсказуемый черт. А ты как жив. Ихаем. Уходим. И получаем в пузяку просто гигантскую волыну боли. Ну, ничего. Ну, ничего, я вернусь. Ой, бля, ребята, с вами так скучно. Ну, вы самые живучие. Вы самые живучие боты. И я должен разбирать вас с самой херовой оружией, которое есть в игре. Самых живучих ботов. Это как минимум несправедливо. Вот так к ним можно пробиваться. И они выживают. Они выживают все равно. Так. Что-то сломано. Давай починимся. Че бы нет. Один пиксель там не хватает. И из-за этого меня сожгли. Ну, ладно. Мне в любом случае нечего уже качать. Здорово, ребята. А, то есть вот этот левел просто халявный. Что этот спайдер трон мне сделает? Смотри. Профессиональный гайд, как уничтожать спайдер трона за 2 секунды. Че-то не получилось. Че-то на нем брони навешано прилично. Че за херня? Я в нем несколько раз потыкал, броня не снялась вся. Вот сейчас уже нету. Давай по ребятам хуярь. Ой, хорошо. Ой, ху-ху. Не хера ты. Я тоже хочу так уметь. Так, я ему отстрелил пушку, кстати. Вот и все. Спайдер трон остался без всего. Вот это он их развоплотил. Слушайте, разработчики, знаете че? Добавьте, не знаю, за 5 апгрейдов. Вот 5 апгрейдов прокачать, чтобы у тебя был в руках какой-нибудь бластер. Или ты, не знаю, руку из руки стрелял. Или как вот лазер из груди. Так же ты руку направлял на них, допустим, свою. Это была супермощная атака, которая тоже тратит энергию. И стрелял в них такими пульками. И нифига себе было бы круто. А в кооперативном режиме это был бы просто шутер. У меня еще 3 жизни, и это последний левел. Это последний левел. И челлендж, если честно, мне понравился. А, смотри, у меня есть зомботы. А толку от них? Ладно, пока они разбираются, нужно потихонечку сражаться. Чтобы потом все они не напали на тебя. Как ты не умер опять? Вот лучник остался. Все, я остался один опять. Ой-ой-ой. Надо экономить джетпак. Хорошо, лучник убил другого лучника. Сберил конкурента, так сказать. Ну, в принципе, тут остались-то ложки. Остались чушканы, вот кроме этого лучника. Этот лучник тут может зарешать. Он очень опасный. Клиент. Все. Ну, тут на язычах уже. Блин, последний левел, что-то не последний. Надо было спайдер-трона 7 тысяч поставить, чтобы он тут всех расстрелял. Да они не умирают! Я серьезно говорю. Ребят, подамагу копье проигрывает всем. Я их бью в лицо, они все равно не сгорают. У меня горящая тыкалка. Они должны умирать с одного удара. Конечно, можно хорошо попасть. Прямо очень хорошо, чтобы они сразу сдохнут. Но это хер сделаешь, потому что у них очень много пикселей. И пока эти пиксели сгорят, пройдет очень много времени. Так, испытание завершено. Ну, мне понравилось. Если честно, лайк поставлю. Лайк поставлю, испытание было классное. Но не знаю, тянет ли оно на топы. Давайте посмотрим, что тут есть еще. Смотри-ка, испытания, которые я выполнил. На них галочки ставят. Комплитед. Ребята, только не надо писать мне челлендж. Сделай комплитед все левела, которые есть в воркшопе и вообще во всем мире. Пройди все челленджи, все левела сделай. Это что я такое нажал? Это все спайдер-троны 7000. Это куда я зашел? А в это мы поиграем. Еее! Ай, жизни! Я опять в броне спавнюсь. Хорошо, что с мечом. Как я устал от этого копья, вы не представляете. Ох, это меч. У меня еще джекпак есть на старте. Здорово, мудил. 14 левелов мне играть. Окей. Так, это типа сложный чел с искусственным интеллектом. Очень сложный противник. Запоминайте, ребята. Сложные противники выглядят так. Хе-хе, стюбья армия. Мне вообще палец. А-а-а, вот так вот. У меня заблокированы все нормальные улучшения. И еще меня будет улучшать рандом. И рандом, как обычно, выбрал не то, что выбрал бы я. Нахер мне отражение стрел здесь. В этом челлендже, по-моему, ни одного лучника не будет. Ну, как, по-моему, мне так кажется. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ребята. Создатели этих челленджей явно не знали, что я проходил до этого. Они явно не знали, с кем они связались. Явно не знали, для кого они этот челлендж пилят. Хе-хе, ну давай мне отражение стрел. Фу-у-у. Если бы эта сука прокачала бы мне отражение стрела, я бы вообще офигел. А нафиг здесь рандомные апгрейды? Нафиг здесь рандомные апгрейды, когда здесь апгрейдов-то и нету. Только отражение стрел. Кстати, вот лучники. Я говорил, что здесь не будет ни одного лучника. И теперь мне кидают левел с одними лучниками. Давай сделаем вид, что мне было сложно. Давай сделаем вид, что... Я еле прошел. Фу-у, потно. Где вода? Где вода? Как эмоции юзайтесь? Как эмоции? О. Where is the water? Ну ладно, у меня она не настроена. Поэтому все равно забьем. Пофиг. Но джетпак у меня заблокирован. В чем прикол? У меня есть другие оружия? У меня есть джетпак. Но джетпак-то у меня заблокирован. Смотри. Как это работает херопами? Я хочу вот по джетпаку вот так вот ровненько по ним проехаться и их сбрить. Могу их вытолкать отсюда. Могу, смотри. Могу их толкать немножко. Боком. Ладно. Не знаю зачем. Домогаюсь до своих копий. Дожил. Так, что же это такое? Три Марк 3 или Марк 2? Это Марк 2. Так, ну опять надо делать вид, что мне сложно. А почему он... А почему он фиолетовый? Я из-за этого смутился, ребят. Ну, я понимаю, что он в редакторе поставил его цвет фиолетовым. Но это Марк 1. Он меня смутил. Я подумал, что против меня Марк 3 кинули. А, смотри. Вообще перепутал все. Это Марк 2. А это 2 Марк 1 в броне. То есть это тут самый крутой типа считается. Ладно. Ребят, все. У вас нету босса. Кто вы теперь без него? Вы без него никто. Офигеть. Их поставили других цветов. И я уже, я уже потерял баланс. Я уже потерял ориентацию. Кто я? Где я? Ой-ой-ой. Вот это противник. Вот это противник. Я не знаю, в чем тут челлендж. Ну да, мало апгрейдов. Ты можешь прокачать крутые пушки. В принципе, можешь только вот этой зубочисткой хуячить. Но мне этой зубочистки достаточно, она лучше, чем копье. А это кто такие? А кто это такие? Они без оружия? Их не было в моем челлендже. Я не знал, что такие бывают. Это реально мужички без оружия. У меня, кстати, есть гетап. Тогда у них вообще нет шанса. Это реально мужички без оружия. Это что же сделал создатель? Получается, создатель челленджа убрал оружие у этих роботов? А я до этого, кстати, не догадался вообще. Я не знал, что так можно. Я прошел половину челленджа, тем не менее. Это была самая легкая половина челленджа. Ладно, отражение стрелы, суки прокачал. Сука, говынюк, прокачай мне восстановление энергии. У меня энергии нету, уже второй челлендж. Прокачай мне нормальное восстановление. Ну что это такое? Что это такое? Что это такое? Я руки отпустил, поднял над головой. Я просто чилю. Я откинусь на кресле, мне похер. Как прекрасно жизнь. Как хороша. Это было сложно, ребят. Это было невыносимо сложно. Я не знаю, как вообще. Как люди создают такие сложные челленджи? Что же прокачаем? Реально, это! А какой у меня еще был выбор? Восстановление энергии или восстановление... Ладно, я опять посплю. Ребят, авторы захотели просто, чтобы я наконец-то подспал. Чтобы я перестал монтировать. Чтобы я просто отдохнул. Я просто был на чиле. Я... Ну наконец-то! Блин, спасибо тебе, мужик. Спасибо тебе, мужик. Я так долго спал последнее время. Ну, я не знаю, год назад, наверное. Нет, это уже какой-то перебор, мужик. Ты, я не знаю, ты любишь брать лучниками или что? Я не понимаю. У тебя лучники фаворит. У тебя фетиш на лучников. Что происходит? Что это такое? А в чем сложность, ребят? В чем сложность челленджа? В чем вообще челлендж? А, смотри, реально. Мне рандомный бот улучшений может прокачать броню. Представляете, какая это была бы жесть. Если бы я лишался брони в каждом раунде. И что? Алло. Алло. Приоу. Алло. Разработчик. Алло. У меня тут проблемка. А что дальше? Я... Офигеть, у вас там склад оружейный. Посмотри, сколько луков готовится и убирается мечей. Мечи-луки, мечи-луки. Это все, что осталось от пацанов. А что я челлендж буду продолжать? Алло. Бляха. Я, получается, все. Ладно. Ладно, хер с ним. Как хотите. Не хотите, чтобы я челлендж проходил до конца? Игра решила меня выкинуть из игры. Игра решила, чтобы я не играл в это. Разработчик увидел, как я справляюсь и подумал. Бля, так не должны справляться люди. С ботами. Не должны. Они должны страдать. Они должны потеть. Он же рассчитывал на пот. Он же не с первого раза сам ревайфнул этот уровень, чтобы его выложить. И тут он смотрит. Просто какой-то чел проходит. Какой-то чел спит на его левелах. Он такой подумает. Ну нахер его. И удалил, походу, свой челлендж. И меня из него выкинуло. Это все от одного мужика? Это все делал один автор? Вот этот левел и этот левел от одного автора? Я понял. Вот смотри. Тут что-то вот про императора связано. Подпишемся. Давай поиграем. Посмотрим. Может, это какой-то жесткий будет босс-файт? О, это сюжет. Какой быстрый сюжет. Ладно, давайте пройдем за обычного дурачка-болванчика. Вот это вот все. Так. Минус нога. Минус вторая. Все? Я убил его уже? По-моему, я его уже убил. Блин, что это было? Что это было? Это самая сложная битва за сегодня. была. Вот это что такое? Battle of Subher. А вот это вот что? Посмотри, какая тут графа. Если это реально так, то нифига себе. Я хочу уже увидеть, что там происходит. Какое-то здание, фонари. Надо выбирать вот такие уровни. Уровни, в которых что-то тебя цепляет по превьюшке. Что-то такое необычное. Так. Мертвый клоун. Это может какой-то сумасшедший доктор. Клоун воскрешает из гроба. Из гроба. А он, судя по всему, переиграл с лазером и сдох. Здесь идет офигеть сюжет. Реально фонари, смотри. Опа, на меня напали. Серые клоны. Ничего себе. Слушай, вот автор, автор шарит. Автор явно шарит за интересное создание. Я уже хочу все тут рассмотреть. Подожди, надо быстрее с ними расправиться. Вот это здесь происходит. Так, здесь, значит, монтировали клонов. Какой-то ученый сдох. От лазера. А я воскрес. Это кладбище переработки клонов, смотри. Они, наверное, все мертвы. Здесь лава. Их, наверное, уничтожают в этой лаве. Или что тут? Реально, клоны в гробах. Гробы сделаны ультра стильно. Мне прям нравится. Е-мое, мне нравится. У этого автора есть вкус. Он очень креативный. Я хочу уже подписаться на него и пройти все, что он делал. Здесь мечи, клоны. Смотри, как. Вот это крутая могила для классного рыцаря. Я могу туда пройти? Смотри, там закрыт проход. Наверное, дальнейший лавела. Это похоже очень... Знаете на что, ребята? Я вспомнил Бладборн. У какого-нибудь из этих мечей можно активировать, наверное, чекпоинт. Вернуться, там прокачаться. Я вспомнил Бладборн. Мне это навеяло Бладборном. И я обязан это пройти. Ладно, погнали дальше. Я как это, знаешь... Я как какая-то душа погибшая. Здесь еще три клона. Я тоже думал, почему с другой стороны не вышли. Здесь еще, ребята! Вот это обычные бомжи, смотри. Это обычные бомжи, как в начале любого Дарк Соулса, с которыми тебя знакомят. Только в Дарк Соулсе в начале должен быть босс, который тебя убьет. Но, тем не менее, ты его мог победить. Здесь могло быть так же. Это было бы очень круто. А почему музыка до сих пор играет? Я хочу рассмотреть, я не хочу уходить отсюда. Смотри, я не могу вернуться назад. Я не могу вернуться назад. Это как с туманом. В босс-файтах. Может быть, тут кто-то еще жив? Давай посмотрим. Может, тут есть секретки? Нет. Я думал, найти здесь секретного бота улучшений. Но нет. О! Фу-ху! Ой, ты кто? Ты кто? Меня заперли здесь с ним. Нормально. Нормально еще один. Надо выбираться отсюда. Офигеть! Я реально получил какую-то приколюху. На меня надели броню. Как так? Как так? Я не знал, что так можно. Офигеть! Здесь какой-то склеп. Смотри, здесь какой-то робот-создатель уровней. Куда же мне дальше? То есть, в этом склепе был какой-то супер-крутой лут. И как в любом Dark Souls меня ждала подстава. А я понял, куда мне дальше. Я понял, куда мне дальше. А! Или не понял. Я могу сломать левел? И перейти куда-нибудь вот тут. А, нет. Здесь невидимая стена. Все продумано. Все было продумано. Проход назад открылся. И я так понял, та самая стена приподнялась не здесь, а вот здесь, да? Опа! Вот это уже противники поопасней. Что за стук? Это босс? Блин, ребята, я не знал, что клон-дром может быть настолько разнообразным. Почему я до этого не открывал это для себя? Так, ну ладно, здесь массовуха. И здесь массовуха-групповуха меня ждет. С этим мы сейчас быстренько разберемся. Офигеть! И это я играю в клон-дрона, ребят. Это не Resident Evil. Это не Dark Souls. Это не Bloodborne. Это клон-дрон. Я знаю, что пойдет на превьюшку. Фу-фу-фу. Подожди, мне прямо бурашки по коже. Я сейчас еще что-то заберу. Или что? Не, не, смотри, мне доступ не открывают. Почему? Я могу войти через окно. Какое-нибудь разбитое, да? Или что? Пустите, суки! Смотри, все входы перекрыли. Какой-то храм роботов. Офигеть! Нету ни одного разбитого окна, смотри. А как войти внутрь? Как войти внутрь к императору? Тут можно паркурить, в принципе. Смотри, здесь даже... Здесь даже какие-то церквушки роботизированные есть. И туда никак не попасть. Ну, скорее всего, можно будет попасть. Потому что тут опять вот эти стены серого цвета. А стены серого цвета опускаются, как мы знаем. Не сюда, да? Да, точняк. Они просто из ниоткуда появляются. Как он это сделал? Как он это сделал? Что это? Это тройная могила братская. Спори, какие-то желтые моты здесь. Похоронены. Офигеть. А я могу что-то там разрушить? Там что-то получить? Зачем я за это подрался? Ну, наверное, чтобы пройти дальше и открыть себе путь. Во! В церкви. Я думал, это церковь чисто для декорации. Но потом понял, что нет. Что нифига, а? Ну, противники здесь пока что слабые. Но это же... Воу! Воу! Опять я сглазил! Опять я в вещи ху! Я говорю, это пока что начало. Потом пойдут посильнее и пошли посильнее. Последний остался или нет? А вот еще слышал. Здорово! После вот таких звуков мы понимаем, что что-то произошло где-то. Что-то где-то произошло. Открылся храм? Нет. Открылось что-то здесь? Да. Ой-ой-ой! Оу! Меня заперли здесь опять. Ой, зачем я это сделал? Я активировал еще больше пацанов. А если я... Если я умереть... Если я умереть, я что, появиться из какого-то из этих гробов... Вот это вопрос. Я не собираюсь пока что умирать. Но если я пройду его без смертей, я обязательно перепройду, чтобы просто умереть в каком-нибудь из этих мест и посмотреть, что будет со мной. Чуваки, давайте без этого. Давайте не причинять мне боль. На контрасте, так сказать, мужички. Это очень круто. Кто еще живой? Здорово! Что ты забыл? Я всех твоих друзей распилил. А, нет. Вот еще вот этот. Кто еще живой? Здорово! А это кончится когда-нибудь или это бесконечно офигевшая игрушка? Вместо каких-то даркстоусов. Здорово! Опасно! А это лучник! Это стреляющий! Я помню таких. Его надо выкашивать. У меня, скорее всего, нету отражения стрел. Я почти уверен в этом. Пока. Они царапают меня! Идите отсюда! Козлы! Пройдено. Я вхожу в какой-то храм. А! А! Я сгораю! Сука! Меня покарало божество Спайдер Трода. Я не знал. Я не знал, что фантазия у людей может быть вот такой. Что они могут сделать что-то подобное. Я еще думаю, после смерти я воскрешусь из какого-нибудь из этих гробов. Вот, допустим, отсюда. Это будет очень круто. Смотри, опять броня. Сука, за эту броню придется получать жопу! Все, все, я без ноги. Я умру. Нет, это неизбежно. Я неизбежно умираю. Я уже без ноги. Мне нужно либо получить этот апгрейд, который, возможно, меня починит. Я не знаю. И даст мне броню. Либо даст мне только броню. Я очень надеюсь на починку. Раз автор умеет делать такое, мне кажется, он может меня просто починить одним нажатием. Я почти всех тут убил. Если все начнется сначала, это будет прям, ну, жопа. Я прям не хочу такого. Сердечко у меня тоже нигде не показывается, поэтому я не знаю. Почини меня, пожалуйста. Ааа, только броня. Только броня это плохо. Ладно, будем попингуем. Я не знаю, как я выжил. Это что? Бля, а что я делаю? Ну, враги уже пошли пожестче. Враги уже стали поинтереснее. Знаешь, что я думаю? Я думаю, у меня открылся путь в храм. Главный храм. Да, точняк. Точняк. Только я, скорее всего, не вывезу это все без ноги-то. Без ноги-то попробуй справься с этим всем. ЖП-цом. Ладно, пилим, пилим их. Я не знаю, что будет в храме. В храме должен быть босс. По всем канонам жанра. Жалко, здесь нельзя пользовательских клонов создавать. Со всякими способностями, возможностями. Я представляю, какая была бы вариативность. Были бы мутанты, были бы гиганты. Были бы карлики-клоны с маленькими зубочистками. Ватными палочками. Которые бы лазером в тебя стреляли. Которые бы тебя ваншотал. Что-нибудь такое бы люди придумывали. Был бы очень классно. И последний остался. Та-дам. Путь в храм открыт. Я уже вижу. Это Бладборд. Там также висели люди в храме. Я дошел до босса. Подожди. Стой. Сейчас две секунды. Сейчас две секунды. Флешбек и переход. Как там? Кровоглот, кровосос. В Бладборде был босс в таком же храме. До которого я также доходил. Там был босс кровожуй. Кровоглот. Кровоглот. Вот какой-то такой-то был босс. Офигеть. Это копия вообще. Вы так. Вы хотите удивить вот этими ребятами? А что они такого размера? А что происходит? Что это? Что я делаю? Я храм ломаю? Он тоже это делает. Типа за колоннами можно прятать. Типа я убил первого. Что происходит? На два. Заново. Самого-заново. Самого-самого-заново. Я не против пройти и перепройти это еще хоть 15 раз. А нет, чекпоинты есть. Офигеть. 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 Что это? Как это сделано? Что происходит? Это реальный босс. Если честно, он поипичнее, чем император. Фигеть он творит. Аккуратно. Чего такого размера? Я про пользователей скейклонов говорил. Так вот они, пользователи скейклонов. Пошел отсюда. Разрубился одного удара. Но я думаю, у него будет вторая фаза. А этот наоборот живой. А этот наоборот прокачался. То есть, если я убиваю одного, другой становится в 5 раз сильнее. Офигеть, как он это сделал? Так, ладно. Вот тут что-то крутит, мутит, стреляет. Хуячит. Тычит, пердолит. Но мне кажется, его не так сложно будет убить. Хотя я не знаю, что будет, если я попаду под эти атаки сумасшедшие. Какая-то трак-машина. Уходим. Насколько у тебя брони? У тебя бесконечная броня? Да все, ты должен был закончиться. Хватит крутиться. Победа. Ребят, если можно создавать что-то такое, что я сейчас увидел. Ох, какие же босс-файты могут быть в клон-дроне. Пейнкиллер. Офигеть, что я прошел. Офигеть, что я сейчас увидел. Я поменял мнение о клон-дроне. Поменял мнение о варкшопе в клон-дроне. Я так преисполнился. Я кайфанул. У меня мурашки по коже. Волосы стоят дымом на руках. От такой эпичности. Подожди. Подожди. Я представлю, какие комменты пишут там. Потому что можно написать коммент. У меня даже небо побелело от такого. Ваши подписки. Обалдеть. Пай Экстра. Пи-э-э-ди. Отслеживаемые авторы. А как отслеживать их? Вот как взять и отследить автора? Вот смотри. Информация есть. Отписаться. Как отследить автора? Почему отслеживаемые авторы? Мне должны показывать то, что от этих авторов. Это было что-то. Я хочу поиграть еще. Мне очень понравилось. Я не знаю, как он это сделал. Это какой-то сумасшедший программист. Но я счастлив, что я поиграл именно в этот левел. Дима. Левел Дима. Это надо с Димой проходить. А почему в топах, вот в самых топах, вот это дерьмо? Почему челик просто накидал говна и всем это понравилось? Вот автор предыдущей карты, в которой мы играли, потратил на нее, я не знаю сколько. Мне кажется, месяц разработки. Месяц. Чтобы сделать все так. Это было очень круто. Это было атмосферное погружение. Вообще в другой мир. Как отследить автора? Скажите мне. Так, вот страничка этого проекта. В стиме. Вот мужичок экстра пифиди. У тебя нулевой уровень в стим, ты не в сети. Да у тебя должен быть бесконечный уровень. Как минимум. Commentary read description. Четыре звезды! Четыре звезды! Как вы посмели! Я кончил! Чувак тоже прочувствовал, как я этот левел. Второго декабря в 8.08. Представляете, во сколько у него это все произошло? Восемь часов уже, представляешь. Су-треца, так сказать, поднял себе настроение. This level is perfect. Perfect. Блях, это было круто. Это было очень круто. Не знаю, что будет в храме. В храме должен быть босс. По всем канонам жанра. Жалко, здесь нельзя пользовательских клонов создавать. Со всякими способностями, возможностями. Я представляю, какая была бы вариативность. Были бы мутанты, были бы гиганты. Ребят, помимо приключений, здесь есть еще и испытания, бесконечные уровни. Даже есть бесконечные уровни, а это вообще законно? Это как? Или это просто дополнительные уровни, которые ты себе устанавливаешь, и они у тебя будут в обычной игре? Я так понял, как-то так работают. Но приюшки тут, конечно, ебейшие. Вот что есть по испытаниям? Explosion. The Insane. Вот это, кстати, меня привлекло название. Погнали, поиграем, посмотрим. И на этом мы закончим. The Insane. И все. Такое краткое название. Жизни у меня столько, что я не верю, что это Insane. В каком месте это Insane, если у меня столько жизней? Пришло время дуэли. Ставлю свои монеты на робота. На какого? На вот этого? Ну, красненького цвета, красивый, мужик. Один из пяти. Пять левелов, это меня устраивает. Меня устраивает то, что будет пять левелов, мне опять дали джетпак. Как вы любите тут джетпаки давать на старте, когда у тебя один кусочек энергии? Столько клонов, я не знаю, как можно просрать за один уровень. Но, возможно, это был легкий разогревчик. И потом начнется настоящая жопа. Увидим в любом случае, узнаем. У меня максимальное отражение стрел и уже крутая прокачка. В каком месте это Insane, пока не ясно. А вот чё эти лучники стоят? Что они хотят? У меня отражение стрел во врага. Непонятно. Ребята здесь по приколу. Два лучника! Два лучника! У меня максимальное отражение стрел. Вы хотите удивить меня двумя лучниками? В предыдущем левеле ещё были чекпоинты. Я... Я просто... Я до сих пор играю уже в следующий челлендж, не могу отойти от того, что я увидел до этого. Это было что-то с чем-то. Так, паучиха. И вот эти ребята. Ну вот эти ребята посерьёзнее будут. Авторы, смотри. Авторы их перекрашивают в другие цвета, чтобы было поинтереснее. Так, кто ещё меня ждёт? Здорово. Привет. Вот и всё. Неощутимо легко проходится. Мне хочется хардкора. Это уже пятый. Это уже последний. Это уже последний левел. Удиви меня, пожалуйста, на последнем левеле. Добавь, сделай что-нибудь экстраординарное. Удиви меня, автор. Удиви меня, как удивил тот. Ну, как тот, у тебя уже не получится. Это 100%. Мне кажется, не получится ни у кого. Ну, удиви меня хоть немного. Они без оружия бегают. В чём их смысл? В чём их суть? Их суть бегать без пушек? Только с лазером? А в чём сложность тогда? Их убивают свои же. В чём сложность? Да. Я прошёл, получается, да? А где император, который был на картинке? Он появится потом? Он упадёт вот на вот эту большую сцену? После того, как я убью лучников? Не исключено. Когда они чёрного цвета, они мне кажутся более опасными. Спасибо, император! Спасибо! Он за меня, и он не пришёл на пати. Говно! Говно челлендж! Слишком легко! Слишком легко! Зачем? Миллион клоунов я не знаю. Название не оправдалось вообще ни разу. Привет! Привет! Ты до сих пор тут? Ты уже досмотрел до этого момента? Обалдеть! Мне приятно! Надеюсь, тебе было тоже. Надеюсь, я поднял тебе настроение. Всех вас пока что маловато. Но ничего, ничего. Мне приятно делать для вас контент. Мне приятно читать комментарии. Мне приятно видеть, что вам это нравится. Я буду продолжать. Я буду продолжать делать это для тебя. Может быть, даже для двух человек, которые досмотрели до этого момента. Ребят, спасибо, что вы есть. Я снимаю ролики именно благодаря вам. Именно для вас я их и делаю. Надеюсь, вы со мной надолго. И надеюсь, в будущем вы сможете похвастаться тем, что были подписаны на популярный канал в момент его раннего зарождения. Здорово! Я люблю тебя, человек! Привет! Привет! Здорово! Как жизнь? А я вас ненавижу, ребята! Вы всегда желаете моей смерти! Как же они быстро говорят! Hello! Привет! Привет!